Музыка Серова 13. Дом расположен на Молдаванке. Когда-то эта часть города представляла отдельное поселение, состоящее из двух десятков домов. После местность присоединили к городу. Тут жили рабочие и размещались промышленные предприятия. Сохранившиеся постройки больше похожи на бараки, чем на жилые дома. Дворы на Молдаванке – это поросшая травой земля с каменными пристройками, небольшими полисадниками и ветхими заборами. Именно так в начале прошлого века жили бендюжники и мелкие работники. Сапожники, продавцы, хозяева бедных лавок. Я спать не могу, вода льется. Все вот же, вы видите, все мокрое, все гнилое. Вот ставня, посмотрите, она отошла. Вот сюда, вот оно, туда идет. Здесь прогнете пол, прогнете. Все, осторожно вы над этим стоите. Это я не выйду. Вот так будет снег, я не знаю, как я буду выходить. Лет 15-16 без отопления. Это, конечно, будет трещать. Все любит тепло. Я ничего ни от кого не жду. Польский спуск. Когда-то именовался как таможенный и портовый. В первой половине 19 века польские шляхтичи строили здесь хлебные амбары, в которых хранилось зерно для отправки в Средиземноморские страны. В этой разрухе снимались эпизоды ликвидации и еще десятка фильмов и сериалов. Трещина просто все увеличится и увеличивается. Видно, что дом просто сходится. Вот две стены, посреди трещина, и он просто вот так вот сидится. Но если там даже пройтись вдоль стены, то слышно, что там внизу пустота. Вот такие дома, ну, мне кажется, вид портит ужасно. Тем более выйти на другую сторону, где Дьяволановский спуск, там, ну, вообще. Ну, такие руины. Ну, смешно. Центр, Одесса, Дерибасовская, ну, буквально сколько? Ну, полминуты полезется выйти в Дерибасовская. Дерибасовская, если его размируют лицом к тому, к нашим руинам, он бы, наверное, там бы упал, несмотря на то, что он памятник. Мы живем, как, знаете, на воздушной бочке. Раз, все взорвется и все. Взорвалась труба, вот. Видите, вот, сваркой немножко взяли. Взрыв был. Чуть-чуть людей не покалечило. Сами, глядите, вот балка падает. Люди вот живут. Вон, посмотрите, вот женщина стоит. Вот, видите, балка? А там дети бегают. Оно вот этот, вот, с балкона упадет, и все. Все течет, все внизу замокает, все распадается. Знило все. Мне надо все раскрыть, открыть, отпереть и показать вам. Если вот это оборвать, отнять вот это, это все сгнившее, наклонилось все, наклонилось этот сгон. И этот вот-вот он бахнет, рассыпется. Это ж угол квартиры. Вот это все мокрое вон. Это толстая сина. Это тронуть, оно все провалится. Вот это все сгнившее. Я стою, это доски я наложила. Поставили подпор, она уже гнется. Сыпется ракошняк этот, напитанный сыростью, что окно не открывается. Если его открыть, оно рассыпется. Дом номер 5 на улице Кочинского. Построен в 1891 году. Когда-то здесь располагался бордель низшего разряда. В комнатах по периметру двора колодца жили куртизанки. У них были секретные ходы, ведущие к спуску в порт. Сделано это было для посетителей, которые не хотели быть замеченными. Возле каждой квартиры стоял примус, ящик с примусом, с кирогазом готовили. Наверное, ни в одном доме нет трехэтажного туалета, хоть им никто не пользуется, но все-таки. И там лежат камни, и эти железки уже тоже все падают на голову. Все это мокрое. Посмотрите, внутри старые трубы. В них, по всей вероятности, вода или сверху затекает. Там у нас же дворовые туалеты. И ними, конечно, уже никто не пользуется, они давно закрыты. Но там проходят трубы канализационные и так далее. И все это уже пришло в негодность. Все это уже прожавело, все это падает уже. Видите, это мы просто не выбросили, еще не успели. Это мы выбрасываем чуть ли не каждый день. Вот, вот кирпич, вот, вот. Вот оттуда. И таких вот горы. Юлия Федорова, Алексей Барановский, Седьмой канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова